Изделия ремесленников, в которых отражена самобытность белорусов. Наши удивительные мелодичные песни, которые трогают самые потаённые струны сердца. Так тепло встречали гостей на первом фестивале, приуроченном наследию родной земли. Каждый здесь мог поделиться своим творчеством, найти добрую компанию и просто отдохнуть душой. Что такое наследие? Наследие – это и природа, это и люди, и их мудрость. И поскольку наши получатели услуг – это однозначно сплошная мудрость, сегодня мы собрали Институт третьего возраста в этот летний прекрасный день на этот фестиваль, поделиться своими впечатлениями о жизни, вспомнить былое, проанализировать, какая прекрасная у нас природа, каких героев она рождала, каких людей она плодит. И, конечно, научить всех, что надо делиться теми знаниями, мудростью и памятью, которую мы получаем. Это мероприятие, которое проходит сегодня здесь, в территориальном центре социального обеспечения, имеет огромное значение для многих пожилых людей. А ветераны, вы сами понимаете, что это тоже пожилые люди. И сегодня на этом мероприятии присутствует очень много наших ветеранов и Ленинского района, ветеранов труда, ветераны Великой Отечественной войны, даже узники фашистских концлагерей, Семочкин Владимир Ильич, члены городского совета. Хочу сказать, что все вот эти мероприятия, которые направлены на социальную адаптацию людей пожилого возраста, когда им необходимо внимание четкое, когда занятость проявить, это играет очень большое значение. Гости фестиваля смогли не только наблюдать за творчеством в качестве зрителей. Всех желающих пригласили принять участие в танцевальном мастер-классе. Уютный дворик наполнился музыкой и весельем. Это очень важно, так как люди уже на пенсии, но они еще полны сил, труда. Ну, вы знаете, я считаю, спасибо, что есть этот институт, спасибо тем, кто его создал, потому что это толчок, для меня это большое счастье. Этот день подарил всем пришедшим заряд бодрости и позитива и никого не оставил равнодушным. А значит, фестиваль еще не раз соберет гостей. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктова.